Здравствуйте, с вами Елена Снитовская. Сегодня о том, как делать заминку после скандинавской ходьбы. Напомню мой курс для активных мам, для тех, кто готов заниматься с ребенком за плечами, в прямом смысле этого слова. Заминочные упражнения после тренировки нужны также, как и разминочные перед ней. Заминка необходима для того, чтобы снять напряжение с мышц и сделать их более эластичными. Заминку начинаем с ног. Палки перед собой, левая нога назад, правая вперед и носок правой ноги тянем на себя. Задача почувствовать напряжение в икроножной мышце. Меняем ногу и повторяем все тоже самое. Работаем с внутренними мышцами бедер. Итак, палки перед собой, ноги достаточно широко друг от друга, то есть это гораздо больше палок. Теперь мы делаем перекаты справа налево и чувствуем, как растягиваются внутренние мышцы. Если вы не очень подготовлены, садиться можно не низко. Если есть возможность, попробуйте опуститься поближе к земле. Следующее упражнение. Палки берем в левую руку, правой фиксируем ногу и давим на ягодицы. Зафиксируемся так на счет 8. Потом меняем ногу. Помните, что каждое упражнение мы повторяем 8-12 раз. Следующее упражнение. В руки берем обе палки, поднимаем их над головой и делаем наклоны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Помните, что каждое упражнение мы повторяем 8-12 раз. И последнее упражнение этого заменочного комплекса. Локоть правой руки плотно прижимаем к себе левой и, стараясь как можно сильнее нажать, тянем его на себя. Поменяем руку. Это был лишь один из вариантов заменочного комплекса. Их множество и о них в наших следующих видео. До встречи.